Здарова народ, собрались качать танчики, тогда я подскажу вам, какие ветки нужно в первую очередь прокачать, а какие не стоит даже начинать. Итак, на 2021 год. Немножко есть изменения по сравнению с прошлым годом, поэтому видос пришлось обновить, что собственно мы и делаем сейчас. Итак, начинаем. Сначала, какие танки нужно качать в первую очередь. Это самые сильные ветки, самые приятные, которые не противно прокачивать. Но, все же, в начале скажу, что в любой ветке есть слабые танки. Есть слабые танки в стоковом состоянии, есть даже слабые, когда вы вводите их в топ. В любом случае, нет веток, где все танки приятные. Но есть ветки, где все танки мусор. И даже в конце вас ждет в финале главный мусор. Поэтому, я посоветую ветки с компромиссом, но они на фоне остальных гораздо лучше. И там явно есть сильные, хорошие танки, на которых есть смысл в это играть. Остальные ветки, ну лучше даже не трогать. Итак, поехали. Ветки, с которых нужно начинать. Если вы новичок, или если у вас что-то не прокачано, поехали с веток самых сильных, приятных имбовых, которые нужно качать. В первую же очередь, ветка объекта 140. Она вот у нас начинается с МС-1, БТ-2, БТ-5. Это быстрые кастрюльки, покатались, опыт быстро набивается. Переходим на БТ-7, то же самое. И начинается с 5 уровня, у нас Т-34. Т-34 это танчик, который более-менее похож на танк. Пушечка скорострельная. Ромбик там чуть-чуть подставляем. Иногда рикошетики происходят, жопу не подставляем, чтобы не загорелся танчик. Также, двигаемся, не стоим на месте, как истукан, и все будет хорошо. Но нужно на этом танке и на всей, в принципе, ветке уметь играть от ДПМа. Игра от ДПМа, это когда вы можете как можно чаще и безопасно накидывать врагу. Но для этого не нужно стоять всегда в кустах. Нужно смотреть на миникарту и думать, как объехать, когда враг на перезарядке, когда он отвлечен, когда вы можете его раздамаживать и реализовывать свою скорострельность. Для этого нужно понимать карту, рельеф, видеть врага, миникарту, кто прикрывает врага. Все нужно понимать. Поэтому, если вы научитесь на этой ветке играть, то уже, в принципе, половина дела сделана. Осталось только еще нормальные ветки повыкачивать, и вы будете хорошо и приятно играть в картошку. На самом деле нет, потому что картошка это картошка. Шестой уровень, это у нас более тяжелая Т-34, Т-34-85. Здесь уже и орудие посерьезней, и танк уже похож, в принципе, на танк. Это очень сильный танк шестого левела, и на пятом уровне Т-34 сильный. Поэтому в ветке уже на нормальном уровне нормальные танки. Уже не зря мы их качали. Т-34-85 вообще, наверное, один из самых сильных танков шестого левела. Поэтому его можно даже оставить в ангаре, и потом время от времени поигрывать, если вам нравится этот уровень шестой. Мне кажется, это низковатый левел, и ниже седьмого, восьмого левела опускаться не хочется. Но на шестом левеле есть много людей, которые любят такие уровни, песочницы, там, вот это вот все. Поэтому, если вам нравится, оставляйте, играйте. Дальше у нас Т-43. Это такой проходной танчик. Многие думают, что он сверхслабый, но... Если вы уже поняли, как играть на ДПМных танчиках, танчиках поддержки, то, в принципе, вы можете его пройти и забыть. Конечно же, в ангаре его оставлять не стоит, это не очень. Но и сказать, что прям вообще невозможно на нем пройти, его прокачаться до следующего уровня. Все возможно. Танчик просто обычный, он неплохой, нехороший. Все зависит от вашего скилла. Чем хуже руки, тем танчик тоже будет хуже. И переходим на восьмой левел, Т-44. Здесь уже вполне себе раскрывается танк этой ветки со всеми ее плюсами. Скорострельная пушка, стабилизация более-менее, крепкая башня, скорость. Какая-никакая броня в корпусе, там можно даже немножко там бортиком иногда танкануть. Очень активный танк для активной игры. Научит вас ездить по карте, смотреть, активно везде помогать, настреливать, крутить, сбивать гусеницы. Главное, чтобы вы понимали, что чем активнее вы можете реализовать этот танк, и в принципе все танки в этой ветке, тем быстрее вы научитесь играть и будете получать больше результата. Дальше у нас идет Т-54. Т-54 немножко уже староват, но броня крепка, орудие с пробитием, плоховато опускается, но танк такой как Клоп, он быстро ворочается, ездит. В принципе, поиграть на нем можно, главное следить за рельефом и опять же играть активно. Рельефики от башенки, ДПМ реализовывать. И переходим к объекту 140. Это, наверное, самый интересный танк в игре. Многие со мной согласятся, многие его оставили в игре. Одна из самых стабилизированных и классных пушек в игре. Очень хорошая скорострельность, стреляет танк очень часто. Да, альфа малюсенькая, 320. По нынешним меркам это немного. Но вы будете так часто стрелять, и вы сможете по нескольку раз наказывать врага за один его выстрел. Потому что пока он там один расстрельнул, вы стрельнете в ответ ему несколько раз. И если врага вы разведете на выстрел так, что он вам не нанесет урон, в ответ вы ему напихаете, что он почувствует. Легко крутить врагов, сбивать ему гусеницы, и урон набивать в принципе на нем не сложно. Опять же, если вы можете играть активно, если вы реализовываете ДПМ, знаете рельефы, следите за картой и активно принимать участие в бою. Это один из лучших и интереснейших танков в игре. Поэтому это, наверное, самая лучшая ветка в игре сразу же. С нее нужно начинать. Она научит вас и выпрямит руки. Научит вас играть в эту игру. Итак, следующая ветка, которую я порекомендую. Она не такая приятная. И ее не стоит качать сразу же. Как вы подкопите немножко там свободки, каких-то резервиков и так далее, рекомендую прокачать ветку ИС-4. Почему ее? Потому что у нее, в принципе, довольно-таки неплохие танки, но на высоких уровнях. Всякие вот это вот КВ-1, Т-150, это просто проходные танки. Их нужно перетерпеть. Они, в принципе, не сильно много требуют опыта, чтобы их пройти. Но на седьмом уровне у нас уже появляется КВ-3. Да, он часто горит. Он не слишком бронированный. Но, опять же, если аккуратненько играть, у него неплохо опускается орудие. У него альфа 390. И он довольно-таки часто стреляет, как для такой альфы на седьмом левеле. Да, пуха кривая. Но если аккуратненько реализовывать скорострельность такой большой альфы, то будет несложно очень хорошо влиять на исход боя. Много накидывать урона. И да, этот танк все время считался говнищем. Но я не так уж давно играл на этом танке. И мне даже понравилось в какой-то момент, что удобно, что опускается орудие и быстро заряжается. То есть, несложно накидать много урона. Но, опять же, это если умеешь играть. Вот если вы за этот танк сядете и не сможете, то это вот и означает, что ручки кривоватые. Но, в принципе, оставлять танк в ангаре смысла особо нет. Сказать, что он приятный, нельзя. Но на нем можно набивать результат, хоть и не особо приятно. А вот следующий танк КВ-4, у него орудие довольно-таки приятное. Но единственный минус, что он медленно едет, и броня у него во лбу не очень. На нем нужно танковать только бортом. Я его проходил не слишком давно, потому что ветку ИС-4 я качал одной из самых последних. Поскольку эту ветку никогда не хотел, что вся ветка была, ну, такая, спорная. Что в конце ИС-4 был не очень. Но его апнули недавно, поэтому я прокачал эту ветку. И КВ-3 меня порадовал, КВ-4 меня не разочаровал. В принципе, я его прошел. Танковал от борта. Орудие мне показалось довольно-таки приятным. Пройти этот танк можно. Конечно, КВ-3 и КВ-4 оставлять в ангаре я не стал. Но, в принципе, пройти их было несложно. А вот СТ-1 очень неплохо играет от башни. Но стоять на месте нельзя, поскольку лючок там на голове есть. Но немного пуха кривоватая. Кроме нее, мне, в принципе, больше ничего в этом танке не напрягало. Тоже есть пробитие, есть альфа, есть УВНы, крепкая башня. Играть на этом танке не так уж и сложно. Но все эти танки, по сравнению с десяткой, с ИС-4, так себе. Потому что сейчас ИС-4, наверное, один из самых сильных тяжей 10-го левела. И все остальные танки в этой ветке, это расплата за то, что ИС-4 очень сильный и имбовый. Если вы хотите тяж 10-го левела, ИС-4 обязательно нужно выкачать. Это те две ветки советские, которые нужно качать одними из первых. Но желательно начать с СТ-шек. Следующая ветка, которую я могу порекомендовать прямо сразу, это ветка Е-100. Е-100 сейчас очень сильный. И здесь история примерно такая же, как и с ИС-4. Е-100 сейчас очень лютый, сильный. Хорошее орудие, хорошая лобовая броня. И качать его стоит. Е-75 на 9-м левеле. Это тоже один из самых сильных тяжей 9-го уровня. Классная броня, хорошо рамбует. И также неплохое орудие с альфой, с пробитием. Но не сильно подвижны эти танки, потому что они такие сарайные и большие. А вот на 8-м уровне Тигр-2 уже ну такое себе. Конечно это проходной танчик. Да, там есть пробитие и точность в принципе неплохая. Но танк посредственно танкует и медленный. Поэтому на нем тяжело выживать. Но если есть возможность пострелять, урона он набивает. Поэтому здесь такой себе танк. Не сильно приятный, смотря какая ситуация в бою. По поводу Тигра 1-го на 7-м левеле. Этот танчик не сильно приятный, но довольно таки сильный. На нем очень высокая планка на 3 отметки. Когда я набивал на 3 отметки, я немного офигел. Но отметки я на нем набил. Танк довольно таки прикольный, но не особо приятный по орудию. Кривоватая пушечка и танк без брони какой-то вменяемой. Но здоровенное количество хп. Так сказать мы не броней, а хпшкой. По поводу низкоуровневых, это просто кастрюльки, которые еле едут, не особо танкуют. И пушечки там такое себе. Просто проходные танки. Там сильно много опыта не надо. Прошли и забыли. В целом ветка получается более-менее неплохая. С нюансами, но на высоких левелах танки прям бомба. К ним стоит идти. Следующая ветка, которую я порекомендую. Не в первую очередь, когда вы уже поднаберетесь опыта, обязательно вам нужно прокачать 50Б. Это одни из самых сильных танков, если уметь играть. Что касаемо ветки. На низких левелах там медленные кастрюльки со слабыми пушечками, но бронированные. Конечно, их проходить не слишком интересно, но в целом такой специфический геймплей. Побыстрее лучше пройти и забыть. Там слабенькие пушечки, которые очень быстро стреляют, но танки не едут. И бронированные. Конечно, реализовывать такое, это, конечно, тот еще маразм. Начиная с пятого уровня, у нас уже танчик побольше такой, орудия побольше. И там уже нужно играть от альфы. Выехали, стрельнули, спрятались. Выехали, стрельнули, спрятались. Особо не подставляемся. Там лючки, брони не особо много. Поэтому играем чисто из-под тяжка, по крыске. Выехали, стрельнули, спрятались. Конечно, стоять в кустах не нужно. Этот танчик не снайпер там какой-то. Не особо быстрый, поэтому вы не успеете покимперить и поездить по всей карте, позиции менять. Вам нужно ехать играть активно, но чтобы перед вами были союзники. Из-за спин союзников выезжаем, даем альфу и прячемся. Все. Очень простой геймплей. Следующий танк шестого уровня, АРЛ-44. Еще побольше корыта. Брони тоже не сильно густо. Играем от башенки. И там есть орудия, где больше альфы. Там играем на голде, если серебра навалом. И там, где меньше альфы, но больше пробить. А если нет серебра, играем на ББшках. Все очень просто. Танчик, в принципе, неплохой. Если аккуратненько просто ездить, накидывать урончик. Но, конечно же, эти танчики уже такие староватые, дряхленькие. На них нужно попотеть, чтобы пройти. Но не сказал бы, что они прям вообще неиграбельные. Нормальные, просто обычные танки. Но на низких левелах, конечно, на тяжах не сильно приятно играть. Лучше на СТшках. Только за счет этого они не особо нужны. Переходим к седьмому левелу. АМХ М4-45. Это тяж, что называемо, ближе к СТ. Он по размерам тяж, по броне СТ. Орудие у нас, в принципе, практически то же самое, что на Риэле. Много пробития, немного альфы. Здесь, в принципе, нужно реализовывать орудие и играть из-за спин союзников, из хороших позиций. Кататься по карте и не играть на первой линии, прям впереди всех союзников. Вы не тяж, который танкует. Вы тяж, который наносит и ездит урон. Вы должны это понять. В принципе, здесь навыки, которые вы должны были получить, прокачивая ветку 140-го в Советской нации. Тут навыки эти все пригодятся. И переходим к АМХ 50-100. Один из самых сильных танкового восьмого уровня. Очень сильный, если у вас прямые руки. У него большущий барабан. Хорошее пробитие. С одного барабана можно забрать одноклассника, просто прокрутить его на барабане и отправить в ангар. Да, КД между снарядами не быстрое. Да, танк большой и ватный. Но ему нужно вовремя выезжать, раздавать барабан, уезжать на время КД. И таких операций за бой нам нужно провести 2-3 раза. И все. Казалось бы, всего лишь за бой нужно 2-3 раза правильно вывести. И у нас будет огромный вклад в бой. Огромный результат. Нужно всего лишь следить за боем и понимать ситуацию, когда можно безопасно кого-то наказать. Нужно разбираться в картах. Нужно следить за боем и правильно реализовывать свой барабан. Если научиться это все делать, вы будете нереально нагибать на 8-ом левеле на этом танчике. Переходим к 9-ке АМХ 50-120. Здесь у нас барабан укоротили, но пробитие альфа стало больше. Ну и танк тоже распух. Брони, как не было, так особо и не появилось. Точно так же, аккуратненько, ищем моменты, когда можно выехать и пораздавать барабаны. Но в этот раз нужно играть активнее, потому что барабан у нас меньше. С барабаном мы особо никого теперь не заберем. Нам нужно раздавать барабан, немного выходить из боя. Но как только барабан заряжается, снова опять же нужно уже его и раздавать. Такой, в принципе, проходной танчик. Тоже ничего страшного в нем нету. Им всем апнули УВНы. Вот раньше было страшно, когда орудие не опускалось. Сейчас, когда оно опускается, играть в принципе удобно. А вот раньше, не то что нужно было думать, как и когда выезжать на этом танке. А еще нужно было место себе, как-то там рельеф подгадать таким образом, чтобы еще и орудие опустилось. А сейчас, когда орудие хорошо опускается, намного легче. И переходим к АМХ 50Б. Тоже очень сильный танк на 10 уровне. Очень быстрый, с классной пушкой. Орудие классное по стабилизации, точности. Танк очень быстрый, пробития достаточно. Но у нас барабан не слишком большой. С барабана мы одноклассника не заберем. Поэтому нужно играть активно. Можно таранить всякие СТшки не сильно бронированные. Можно таранить ЛТшки даже нужно. С тарана этот танк наносит хорошо урон. Самое крепкое место у этого танка это лоб корпуса. Не бойтесь его подставлять. Глупые враги могут туда стрелять, если не понимают, что НЛД у этого танка крепкое. Поэтому корпус торчит вперед. Из-за поворота иногда можно немножко там краешек ВЛД и НЛД показывать. Оно может иногда танковать. Если враг глупый. А вот башня здесь ватная. Боимся всяких бабах. В принципе не любим фугасы. Но мы быстро носимся по карте. И снова же. Здесь навыки полученные, прокачивая ветку СТ, очень пригодятся. Смотрим на карту. Читаем ситуацию в бою. Наказываем всех, кто находится не там где надо. И безопасно пытаемся раздавать барабаны. Для этого у нас есть офигенная точность. Хорошая стабилизация, пробитие, скорость, чтобы в нужное время быть в нужном месте. Это одна из лучших веток в игре, если есть руки. Следующая ветка, которую порекомендую, если у вас есть свободный опыт. Если есть свободный опыт, то Супер Конкуерер можно прокачать, начиная с 8 уровня. Если вам нравится 8 уровень, можете на нем и оставаться. Потому что Кернер Ван это очень сильный танк 8 уровня. Да, он не очень бронированный. Да, в принципе корпус большеватый. Альфы немного. Но. Этот танк играет от башни. У него очень скорострельное орудие. Оно неплохое по пробитию, по альфе. И можно очень быстро разваливать врагов. Ставить на катки, дамажить там. Разносить, играть из-под тяжка, по крысе. В принципе все то, что мы уже научились на советских СТшках. Но вот играть позиционки и размениваться альфой с вражескими тяжами будет не очень. Потому что у вражеских тяжей скорее всего альфа будет больше. Поэтому нужно реализовывать ДПМ. Но танк очень сильный, если научиться на нем играть. Следующая. Конкуэр на девятом левеле. Броня уже в принципе в башне не особо роляет. Пробивается голдой в маску, иногда в лючок. В принципе от башни не всегда приятно на нем играть. Арта очень сильно его дамажит. Пробиваются крышки корпуса. Пробивается там иногда башка сверху. Под артой играть на нем неприятно. Тем более он медлительный, со своим сарайным корпусом. Такое себе. Честно говоря, в последнее время конь и супер конь, девятка и десятка, меня разочаровывают. Раньше они мне нравились больше. Все из-за того, что бои стали быстрее, артиллерия стала жестче. И это те самые два вообще лютейших и противнейших минуса в каждом бою, которые мучают эти два танка больше всего. Чем быстрее бой, тем меньше шансов, что вы успеете в нем доехать до боя. Танки медлительные и сарайные. И артиллерия очень сильно нагибает эти танки. Крайне сильно. И они на арте любят стрелять в эти танки, потому что в них легко попасть. А урон вылетает очень большой. Поэтому сами по себе танки прикольные, интересные. Очень стабилизированные пушки. Довольно-таки ДПМные. Хорошее пробитие. Орудия очень приятные и классные. Но, допустим, если 10 уровня кони, он еще чувствуется какой-то более-менее бронированный. Хотя маска тоже пробивается голдой. То девятка вообще сыпется прям на глазах. Хотя вроде тоже броня есть, но какое-то ведро дырявое. Многие эти танки любят, но я в последнее время их уже недолюблю. И я бы остался лучше на восьмерке. Да и в целом ветка такая, что там полветки надо за свободку пройти. На восьмом левеле Кернерман мне нравится. А вот девятка мне уже разонравилась. Ну, десятка еще более-менее. Следующая ветка, которую стоит прокачать тоже 100%. Это СТБ-1. Здесь мы тоже имеем половину ветки. Просто обычных невзрачных танчиков. На которых-то не особо хочется играть. Я бы не сказал бы, что они плохие и кактус. Но они не особо интересные и не имбовые. Почти вся ветка это одно и то же. Все ватные. Все медленновато ездят. Орудие с нормальным пробитием и небольшой альфой. Со средней такой точностью стабилизации. Поэтому танки не вызывают вообще никаких эмоций. Ни положительных, ни отрицательных. Ты просто проходишь их один за одним. И они все почти что одинаковые. Они все похожи друг на друга. И геймплей у них практически одинаковый. Вы просто аккуратно ездите. Из-под тяжка накидываете урон. Или иногда к империте. Или иногда из-за спин союзников. Играть в принципе не слишком интересно. Примерно до седьмого левела. Потому что до седьмого левела все танки просто под копирку. Растянутые. На седьмом левеле уже какое-то разнообразие. Чири. Что по поводу Чири. У него в барабане 390 урона. Три пульки. У которых между снарядами почти нет КД. На нем нужно просто вовремя выезжать. Накидывать урон. И прятаться. Все. Я бы не сказал бы что на нем сложно играть. Да он большой. У него нет брони. Но вам не нужно танковать. Не нужно играть на первой линии и подставляться. Вам нужно вовремя в нужном месте выехать. Пострелять. Заехать. Все. СТА 1. В принципе обычный нормальный танк. Обычная скорость. Нормальное пробитие. 240 альфа. Как у всех. У большинства обычных СТ восьмого левела. Просто ездим. Накидываем урон. Аккуратненько. Опять же не танкуем. Играем из-под тяжка. Покрыски. Как танк поддержки. Танк в принципе не имба. Не говно. Просто танк. И только с девятого левела начинается что-то прямо кайфовое. Отличная стабилизация. Отличное пробитие. Отличное сведение. Хороший ДПМ. Тайп 61. Один из самых приятных танков у девятого уровня. Но. Есть минусы. Приятных в чем? В стрельбе. Только в стрельбе. Это танк один из самых приятных. У него небольшая максималка. Ездит он не слишком быстро. Поэтому нам нужно ездить аккуратно по карте. И просто стрелять по врагам. Все. Правильно ездить. И стрелять. Не танковать. Не играть на первой линии. Играть из-за спин союзников. Накидывать урон. Кататься по карте. И тащить бой. Все. Это ватная СТ. Хрустальная пушка. Давно я не слышал такое выражение в картошке. Но раньше оно слышалось мне намного чаще. Вам нужно просто реализовать хрустальную пушку. Забудьте что у вас есть броня. У вас есть орудие. И вы можете ездить. Все. И на ошибки у вас отведено определенное количество ХП. Вот это ХП вы можете наошибаться. И все. Если ошибок будет слишком много. Вы умрете. И не накидайте необходимое количество урона. Для того чтобы затащить. Да. Можно было бы еще от башни поиграть. Если плючка не было большого. И ватного на башне. Но в целом. На этом танке и так классно играть. Но здесь уже на этой ветке нужно уметь играть. И все эти интересные танки. В этой ветке мы качали. Чтобы получить СТБ-1. Это наверное. Самый яркий и интересный танк. В этой ветке. У него есть пневмо-гидро-жопа-подвеска. Которая опускается вперед-назад. Еще должна она по сторонам опускаться. У танка очень медленно опускается. И поднимается орудие. Когда у ВН нужны слишком большие. Когда опускается только орудие. В принципе это происходит нормально. Как у всех танков. Но чтобы реализовать очень хорошие УВНы. Которые у этого танка намного больше. Чем у остальных. Вам нужно немножко подождать. Это не сильно приятно. Не сильно удобно. Мне честно говоря не нравится гидропневмо-сракоподвеска. Потому что это неудобно. И неприятно. Вы каждый раз перед выстрелом ждете пока она опустится. Можно заранее опустить до нужного уровня орудие. Зажать правую кнопку мыши. И если ехать не быстро. То вы в таком состоянии можете выехать из-за холма и стрелять. И тогда вам не придется ждать. Но тоже это не особо приятно. И не сильно хочется это делать. Но это не самая главная фишка этого танка. Самая главная фишка это стабилизация, точность. И один из самых сильных ДПМ на 10 уровне среди СТ. Танчик бронированный только в башне. И все равно в башне он пробивается. Поэтому прям люто танковать лучше не стоит. Может быть на расстоянии. И все равно нужно двигаться. Не стоять как истукан. Лючок все таки на голове есть. И голдой иногда маска пробивается. Вы должны просто выезжать, двигаться, ДПМить. И убивать врагов от башни. Все. Танк очень сильный. Очень интересный, прикольный. Но не совсем удобный местами, когда играете через рельеф. Следующая ветка, которую порекомендую. Это польские тяжи. Где у нас во главе 60 ТП. Очень хорошая ветка. Если не смотреть на низкие левела. Потому что там ЛТшки, СТшки. Всякая срань. Они не поймут вообще, что они такое. Просто пол ветки вообще не определились, что они. Они толком не танкуют. Толком не ездят. Толком не пробивают. Толком не попадают. Куча параметров намешана. Вроде СТ, вроде ТТ. А в целом получается котопес какой-то. Поэтому пол ветки вообще не интересный шлаг, который нужно пройти и забыть. И начиная с седьмого левела уже более-менее тяжи какие-то. Но на седьмом левеле такой почти тяж. Не особо бронированный. И орудие тоже такое полу ТТ, полу СТ. В общем это последний танк неинтересный в этой ветке. Его нужно просто пройти и забыть. В принципе на седьмом левеле там не слишком сложно играть. И танки тоже такие не слишком. Против нас будут жесткие. Если мы будем играть против одноклассников. Поэтому на этом танке можно пройти его и забыть. Он не говно. Он не имба. Он такой. Не определившийся. Как и в принципе пол ветки до. А вот с восьмого левела начинаются все классные танки. 53 ТП. Это снова тяж, который не совсем тяж. Но. У нас хорошая пушка. Нормальная альфа. Хорошая скорострельность. Стабилизация и точность. Также мы неплохо ездим. Но поскольку мы не особо тяж. Брони у нас немного. Опять же. Навыки ветки 140. Мы должны наносить урон. Из-под тяжка. По крысе. Ездить по всей карте. Смотреть на миникарту. Следить за боем. Понимать всю ситуацию в бою. Видеть когда можно наказать врага бесплатно. Все это знать, понимать, применять. И тогда этот танк реализуется целиком и полностью. Если всего этого не делать, то я приехал на позицию. Оно не танкует. Не пробиваю в лоб. Куда попало врага. Танк парашил. Если так играть, то да. Переходим к девятке. 50 ТП. Это жирнючая, здоровенная корыта с башней посередине. С кривущей пушкой и здоровенной альфой. Не особо танкующая корпусом, но все же броня там есть. В основном во лбу. Жопу лучше не подставлять. Также у нас пробивается крыша и лючки. Они вроде бы небольшие, но все черкачи в основном по крыше башни будут залетать с уроном. Поэтому двигайтесь. Кривую пушку с долгим кд нужно реализовывать следующим образом. Мы не должны заезжать в кучу врагов, иначе они нас задавят после того, как мы уйдем на перезарядку. Вы должны на вытянутой руке держать врага. Вы должны либо прикрываться союзниками, вытягивать врагов на себя и стрелять, когда вам удобно от своего ДПМа. Либо играть на средней дистанции и пытаться попасть со своей кривой пушки. Либо играть как танк поддержки за спин союзников, если они поехали вперед. Вы ехали, стрельнули, спрятались. Вы ехали, стрельнули, спрятались. Повторить 200 раз и попасть в топ по урону. И переходим к 60 ТП. В принципе в этой ветке я бы оставил либо восьмерку, либо десятку. Все остальное не особо интересно. 60 ТП и бронированный, и нормально в принципе ездит, как для большущего тяжа. Орудие здоровенная альфа, нормальная точность стабилизации, как для такой альфы. И присутствует пробитие. Конечно, голдой пробитие немного пониженное. Поэтому пробивать насквозь куда попало не получится. Нужно целиться. Но держать высокий урон на этом танке не слишком сложно. Влиять на бой можно и нужно. Танк приятный, удобный и очень интересный, необычный. Рекомендую. Следующая ветка, которую порекомендую, это ветка кранвоена. Ветка необычная, как обычно. Начинается на низких левелах до 4 левела ЛТшки. Потом у нас до 8 левела СТшки. Ну, там первые, вторые и третьи левела рассматривать не будем. Просто кастрюльки пыщ-пыщ, тра-ля-ля. Прошли за два боя и забыли. Начиная там уже где-то с 6 левела, у нас начинаются нормальные интересные танки. На шестом уровне отличная стабилизация, точность, хорошо опускается орудие, но нет брони. Приятно хорошо накидывать урон, играть очень удобно. Но танчик не особо быстрый, поэтому опять же, навыки играть по крысе из-под тяжка на объекте 140 уже научились. Все здесь применяем, умеем, владеем. Лео. Танк, который играется на скорострельной пушке. Альфовая кривая и противная. Играем тоже быстро, активно. Накидываем из-под тяжка урончик. Танчик ватный, быстрый. Поэтому мы не танкуем, мы чисто смотрим на карту. Занимаем удобные позиции. Едем туда, где нужно помочь союзникам или прорвать фланг. И накидываем по крысе урон. Все, отмучились с этими ватными стэшками. Начинается у нас уже интересное тяжи. Восьмерка, девятка, десятка. Их переделали, сделали более активными, мобильными, скорострельными, с короткими барабанами. На них стало играть приятнее и удобнее. Восьмерка, в принципе, немножко оживилась, но в целом не особо интересная. А вот девятка, это именно тот танк, который прям следует оставить в ангаре точно. Башня, которую практически нереально вообще пробить ничем. Крепчайшая башня, просто ее не пробить. Если вы слишком сильно опустите орудие, затылок поднимется и лючки чуть-чуть покажутся. Если в них залетит, да, пробить можно. Если вы довернете башню боком, то в бочину башни можно пробить. Но если вы показываете только лоб башни, там вообще некуда пробивать. Орудие опускается у всей ветки очень хорошо. Больше 10 градусов, можете себе в спину стрельнуть. Просто великолепно. Но орудия кривоватые, у тяжей. Кривоватые, с нормальным пробитием, с хорошей альфой. Альфа здесь хорошая, но снарядов немного. Нам нужно играть активно, от башни, на первой линии. Но не так, чтобы вас задавили. Потому что после раздачи барабана, вы какое-то время вне игры. И вас могут задавить в этот момент. Поэтому имейте ввиду, что после барабана вам нужно укрытие иметь какое-то. На небольшой промежуток времени. А потом вы снова в строю. Играть на них очень интересно. Что на эмиле 2, что на кранвайне. Прикольные танчики. Играть от башенки. Сейчас очень много места, где можно поиграть от башни. Эти танки прям созданы для рандома, чтобы прям сейчас на них играть. Они очень кайфовые. Рекомендую прокачать и оставить тот, который вам больше понравится. Либо эмиль, либо кранваген. Ну, эмиль 2 прям мое уважение. Также под небольшим вопросом у меня остается ветка про ЖТ-65. Я бы ее порекомендовал. Но я не пробовал ее после того, как их переделали и в них забрали досылатель. Вроде как ветка осталась нормальная. У восьмерки, девятки, десятки вроде как нельзя поставить досылатель, как было раньше. Но в целом на них вполне себе можно играть. Ветка очень хорошая была. И вроде как ею и осталось. Но я не перепроверял. Поэтому на крайняк уже, когда всеми делами займетесь в картошке, все ветки прокачаете. Эту тоже стоит попробовать. Потому что там очень классные СТ-шки. Не бронированные. С офигенными барабанами. Интересными. Которые сами заряжаются. Не нужно ничего там уходить на КД. Каждый снаряд сам заряжается. Это прикольно. Играть на них не сложно. Очень легко. Все время раздаете столько снарядов, сколько есть. Ни о чем не паритесь. И в целом все идет легко. Не нужно так забивать себе голову мыслями о том, когда уходить на КД. В какой момент. Где прятаться на перезарядке барабана. Здесь ни о чем думать не надо. Оно само все делает и постоянно заряжается. Танки очень сильные, играбельные. В принципе вся ветка норм. Как обычно на низких левелах там неинтересные кастрюли. И уже примерно после 7 левела начинается самый сок. Плюс на 10 уровне прожета еще и танковать начинает. Но делает это нестабильно. И в конце назову ветки, которые не стоит даже начинать качать. Это просто лютейший шлаг. В целом в этой игре лучше не качать вообще никакие ПТ. Практически никакие. Чем больше вы играете на ПТ, тем меньше вы влияете на каждый бой. Тем хуже вы играете, тем вы меньше развиваетесь в скиле. Это самые бесполезные и конченые танки практически в каждом бою. Не все ПТшки такие, но практически все. Также не стоит еще качать немецкие ЛТшки. Они практически все шлаг. Из ПТшек можете выкачать 2.8 вариант 4 советский. В принципе из ПТ вам по сути в этой игре больше ничего и не понадобится. Остальные ПТшки просто ни к селу, ни к городу. Китайские танки в принципе качать практически все нет смысла. Они практически все являются одними из самых худших танков в игре. Просто все мусор. Такого говна ни в одной ветке вы не найдете. Наверное единственные нормальные танки в этой ветке это WZ-111-1.4. Так вот на пол рубля. И WZ-111-5А. В принципе все остальное шлочище редкостное. Может быть на пол рубля еще 121 средний танк 10 уровня. Но даже он ни в какие ворота на фоне объекта 430У вообще никуда. Лучше даже не начинать китайцев качать. Это полный мусор. Также лучше не качать Тай-5 Хэви. Только испортите себе вообще впечатление от игры. Особо никак не повлияйте на эту самую игру. И будете заниматься ничем каждый бой. Это вообще ни к чему танки. Их там поперенерфили. Оно там вообще ужас какой-то. Ну и наверное еще одна из самых худших веток. Это итальянские тяжелые танки. Это наверное самая неудачная ветка из новых. Хуже просто я не видел. Рино Чиронте это такой ужас. Это наверное один из худших танков 10 уровня. Он не очень едет. Он практически не танкует. У него вообще нету никакого ДПМа. Это просто ужас. На нем повлиять на бой практически нереально. Полнейший шлаг. И на 9 левеле в принципе тоже танк слабоват. У него не особо какие-то там явные большие возимые зоны. Но они ему и не нужны. Его любая ПТшка или любая голда в лобешник пробивает. Он в принципе не особо-то танкует. Да и поучаствовать особо в бою не успевает со своими говнопушками. И в общем мне вообще эта ветка не зашла, не понравилась. Это ужас. Единственный нормальный танк в этой ветке это про ЖТ-54 восьмого левела. Да и то он не во всех ситуациях классный. Но в целом неплохой. Особенно на фоне остальных танков этой ветки. В целом ее лучше даже не начинать. Просто ужас. Такое шлачье я давно не видел. Еще пройдусь по танкам, которые просто достоинны упоминания. Но в целом они не сильно заслуживают, чтобы прям там упарываться за них и прокачивать ветку. Но в целом есть танки, которые еще стоит упомянуть. Т-10, девятый уровень, тяж советский. Следом за ним объект 2-7-7, десятый уровень, тяж. ИС-7, десяточка. ИС-2-2. Тяж восьмого уровня очень сильный. Такой ближе немножко к СТ-шкам. Но кайфовый, двухстволочка. Единственная кайфовая двухстволка среди всех двухстволок. Разве что премиумная. Может только с ней поконкурировать. Но премиумная больше про тяж. А ИС-2-2 больше немножко с уклоном в СТ. ИС-2-2 идет после КВ-3. Если вы качали ветку ИС-4, то как раз можете немножко сюда завернуть после КВ-3. Танчик бомба. Также еще ветка 430У. Ее можно следом после объекта 140 прокачать. Это очень классный танк, который поможет вам играть на тяже. Это хоть и СТ-шка, но она очень бронированная. Поучитесь на ней танковать. Советские ЛТ-шки тоже стоит упомянуть. Т-100ЛТ неплохая такая бодрая активная ЛТ-шечка. На крайняк можно прокачать. Если захочется покататься на ЛТ-шках. Также стоит упомянуть еще ветку Е50М. Их там апнули. Но в целом ветка остается такой. Сарайненькая. Не особо интересненькая. Из интересного тут только Е50 и Е50М. Остальное ну такое себе. Леопардов понерфили. И у них в ветке только Индиан Панзер 8 уровня. Очень сильный танк. И Леопард 1 классный. А Леопард ПТА 9 уровня. Уж очень искривили пушку. Играть на нем не хочется. Еще достойно упоминание ветка Т110Е5. Его там апнули. Да, там лючки пробиваются. И у М103 на 9 уровне. И Т110Е5 на 10 уровне. Но им там подкрутили орудия. Они стали пожестче и пободрее дамажить. Т29 на 7 левеле тоже от башни хорошо играется. В целом ветка неплохая. Такая крепенькая. Но не сказал бы, что новичкам получится на ней поиграть как-то. Разве что до 9 уровня. На 9 и на 10 левеле новички абсолютно не умеют на них орать. Не понимают, что их легко пробивать. Т57 Хэви еще классный интересный танк. Но ветка у него просто параша. Не знаю даже как это и качать. Ну и Паттон, который прям легендарный был когда-то. В рандоме вообще потерялся. Ветка его устарела. Никому не интересен. Никто на этом не играет. Хоть и Паттона там 9 левела что-то аппали. Но в целом никто уже на этом играть не хочет. Да и видимо нет смысла. У французов еще на 9 уровне есть интересный тяж АМХ М4 51. Его можно выкачать. Но восьмерка шлак. Конечно очень жесткий шлак. Также у ЛТшек есть очень сильная ветка колесников. И очень сильные барабанные ЛТшки 9 уровня и 7. У британцев есть неплохие Центурионы 9-10 уровня. Они не имбовые. Они такие спокойненькие. От башенки поиграть орудия довольно таки сильные у них. Но вся остальная ветка слабоватая. ТВП 50-51. Единственная чешская ветка пока что в игре. В целом она немножко так подустарела. И большая часть ветки ни о чем. Там на 6 левеле какой-то барабанщик. Неплохой ватненький. А так в целом почти вся ветка мусор. Только 9-ка и 10-ка более-менее. Причем 10-ка уже подустарела. И реализовать ее орудие тяжеловато. Намного мощнее пушки появились. Поэтому ТВП уже отстает. И если оставлять, то наверное только 9-ку. Но качать эту шлаковетку не сильно хочется. Еще есть польские СТшки. 10-ка неплохая. На всей остальной ветке я не играл. Я прокачал ее за свободку. Поэтому сказать ничего не могу. Ну и 10-ка не самая имбовая. Просто сильная, хорошая. Интересная по геймплею со своим турбодвижком. Не сказал бы, что она прям какая-то захватывающая и надолго тебя утянет в игру. Вот так на пол рубля немножко поиграть. Ну и быстро надоедает. Еще хочу сказать про ветку Удисов. Средние танки шведские. Они в целом странные. Они вроде бы бронированные, но не всегда танкуют. Вроде бы альфа есть и какое-то там никакое по точности. Но стабилизации нет. Пробитие пониженное. Танки медленноватые. Результат можно на них какой-то там делать. Но не особо жесткий. Короче танки такие странноватые. Скорее эта ветка вообще в игре не нужна. Чем нужна. Ну и в целом вот мы и поговорили про все танчики и ветки в игре. Про артиллерию ничего говорить не буду. Рассказал вам все что знаю. Приятной прокачки. С вами был Варточек. Горать красиво. Всем пока.